Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о месте животного. У каждого из нас есть свой уголок дома. Так же самое должен быть и у собаки. Определенное место, где он может поесть, определенное место, где он спит. А так же можно собаку приучить проситься в туалет, если вы живете, например, в квартире. А чтобы собака знала свое место, где она может кушать, вы должны постоянно в одном и том же месте ставить ей пищу. Но не забывайте же пищу убирать, потому что она же прокисает. Во-вторых, пища не должна долго стоять, минут 10, ну максимум полчаса. Если собака не съела, вы забираете и тем вы ее приучаете, что если она не съест, то она больше не получит, чтобы собака имела режим дня. Так же самое, вы должны собаке постелить коврик или что, чтобы ему было удобно там спать и отдыхать. Потом вы закрываете двери, если он у вас спит в коридоре. И показываете ему определенное место вот этим ковриком, что он там должен находиться. Если не будет определенного предмета, он не поймет, что вы хотите ему этим сказать. Если собака хочет в туалет, вы должны ее приучить не делать этот дом. Потому что так же самое, это неприятно и собака должна делать свои нужды на улице. Если собака гадит, вы должны смотреть во сколько время они определенно ходят в туалет и выгуливать. Собака так приучается. Или вы ее выводите на улицу и она приучается под вас подстраиваться. Во-вторых, можно приучить собаку, что она уже будет сама проситься. Она подходит к двери и царапает дверь. И вы это точно поймете или будет подходить к вам проситься. Если собака все-таки сделала свою нужду не так, вы должны ее наказать. Потому что она поймет, если она сделала нужду не там, где надо, что ей все позволено. Но это не так ведь. Собаки тоже любят иногда и ласку. Но все-таки надо им знать свои грани и меры приличия. Если мы идем с собакой, то мы должны, во-первых, держать ее по левую сторону от себя. Чтобы в правой руке вы держали поводок, а в левой вы могли дернуть. Потому что, как в левой руке, у нас больше силы, мне так кажется. А во-вторых, если вы куда-то уходите и вам надо, чтобы собака лежала на месте, вы оставляете ей какой-то предмет. Например, или это даже мячик, или это поводок. Но чтобы какой-то предмет лежал, чтобы она знала, что ей нужно здесь находиться. Если вы не положили, то собака есть вероятность, что убежит. У собаки, как и у человека, должен быть свой распорядок, свой режим. Но вот если вы не успеваете его в обед кормить, вы утром встаете, вы гуляете, кормите. Потом вы делаете так, чтобы вам было это удобно и по времени. И тогда и собака под вас подстроится, и его организм будет работать по этому режиму. И тогда будут и ваши нервы в порядке, и беспокойствие, и его желудок тоже. До встречи! До встречи!